Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Балакерев, и на этом занятии мы с вами узнаем, для чего нужен фрейворк Django. Какие знания необходимы для начала его изучения, и какие инструменты вам пригодятся для разработки сайтов на Django. Но первый вопрос – почему именно Django? Наверное, эти фрейворки в пруд-пруде, и это действительно так. Однако именно Django завоевала огромную популярность благодаря простоте разработки даже очень сложных сайтов, например, таких как YouTube, Google Search, Dropbox и Instagram. Все они сделаны с использованием фреймворка Django, и давайте теперь разберемся, для чего он вообще нужен. Если очень кратко, то для обеспечения работы сайтов на стороне сервера, то есть это инструмент для бэкэнд-разработчиков. А если немного подробней, то процесс взаимодействия пользователя с сайтом можно представить следующим образом. Сначала от клиента поступает запрос, например, он в браузере вводит YouTube.com. Информационные пакеты начинают двигаться в сторону сервера с сайтом YouTube. Вопрос о том, как они это делают, мы оставим в стороне. Это называется маршрутизацией в сети интернет. Главное, что пакеты доходят до сервера, то есть компьютера, где расположен YouTube. На этом компьютере установлено специальное программное обеспечение. Веб-сервер. Очень часто используют уже готовые разработки с открытым кодом, например, Apache, Nginx и некоторые другие. Так вот, этот веб-сервер постоянно слушает входные каналы. И как только приходит какой-либо запрос от пользователя, то он, этот веб-сервер, должен перенаправить его на обработку соответствующему сайту. Потому что на одном сервере может находиться множество сайтов. Сайты способны обрабатывать по-разному эти входящие запросы. Например, используя PHP или CGI-скрипты. Или же могут использоваться фреймворки, которые значительно упрощают обработку запросов от клиентов сайта. В частности, Django – это и есть такой фреймворк, который упрощает написание скриптов на языке Python. А взаимодействие с сервером происходит по интерфейсу VGI, который передает обработку запроса в Django. При этом отрабатывает определенное представление, отвечающее за текущий запрос. И результатом обработки, как правило, является HTML-страница, которая сначала передается на веб-сервер по VGI-интерфейсу, а далее уже сервер передает страницу конечному пользователю. Страница отображается в браузере клиента, и он видит заветный сайт YouTube. Вот так, в очень упрощенном виде, происходит взаимодействие между пользователем, сервером и фреймворком. Ну и для общей справки, VGI – это есть не что иное, как стандарт взаимодействия между Python-программой, выполняющейся на стороне сервера, и самим сервером. Отлично. Теперь мы знаем, где находится фреймворк и за что он отвечает. Но как нам в домашних условиях, в учебных целях или целях разработки проекта запустить Django? Здесь есть хорошая новость. Во-первых, во всех современных компьютерах функционирует внутренняя сеть, которая называется Localhost, или 127.001. Во-вторых, пакет Django в своем составе содержит отладочный веб-сервер, который можно запустить на домашнем ПК и проверить работу сайта, не используя сторонний сервер. Конечно, после полной разработки отладки проекта, сайты всегда следует размещать на арендуемых серверах, хостингах, и уже там они работают в боевом режиме. Если вы хотите во всех подробностях понимать работу фреймворка Django, то необходим следующий багаж зданий. Во-первых, вам понадобится сам язык Python, затем уметь работать с шаблонами, ну и иметь базовые здания работы со SQL-запросами. Далее на занятиях этого цикла я буду полагать, что вы хорошо владеете всей этой информацией. Обо всем этом я уже рассказывал на нашем канале, и ссылки на соответствующие плейлисты вы найдете под этим видео. Ну и наконец, какие инструменты нам понадобятся при изучении фрейворка Django. Разумеется, необходимо установить на компьютер сам язык Python, то есть его интерпретатор. Откуда его можно скачать, как установить и использовать, я рассказывал на курсе по языку Python. Вы должны уже все это хорошо знать. И ссылки на ресурсы будут под этим видео. Далее я рекомендую установить интегрированную среду программирования PyCharm, разработанную специально для написания программ на Python. Она довольно удобна для разработки программ с использованием Django, поэтому все дальнейшие действия я буду показывать именно в PyCharm. Опять же, где ее можно скачать, как установить и работать, я уже рассказывал в курсе по языку Python. И все ссылки на ресурсы смотрите под этим видео. Далее, для работы с файлами и каталогами, на мой взгляд, очень удобна программа FarmManger, которую можно установить под операционную систему Windows или Linux. Она гораздо удобнее проводника и предоставляет больше возможностей. Вообще, мое личное мнение, настоящий программист не должен использовать проводник или что-то подобное в своей работе. Это слишком ограниченный инструмент, подходящий разве что для обычных пользователей, которым нужно скинуть на диск очередной фильм или игрушку. Но те, кто активно работает с файловой системой, должны применять более продвинутые инструменты, вроде вот этого вот FarmManger или, в крайнем случае, Total Commander. Но его главный недостаток в том, что у него нет дистрибутива под Linux. А вот FarmManger вам будет служить верой и правдой и под Linux, и под Windows. То есть при переходе на другую операционную систему вам не придется дополнительно подстраиваться под новый интерфейс. На наших занятиях я буду использовать именно вот эти вот программы и некоторые дополнительно, о которых речь пойдет позже. Основной костяк — это вот PyCharm и FarmManger. Надеюсь, вы теперь хорошо себе представляете, какую роль играет фреймворк Django, что нужно знать перед его изучением и какие программы вам пригодятся в этом курсе.